вернемся к коду который мы использовали для того чтобы найти наименьшее значение в списке сначала мы создали переменную назвали ее nmz наименьшее значение затем мы к ней прикрепили очень большое число вот строчка потом формы представили наш список и затем если наше число мы назвали элемента списка словом число меньше чем nmz а это так оно будет меньше число будет меньше чем nmz потому что мы намеренно мы умышленно поставили сюда очень большое число то тогда наш переменной nmz возьмет себе то есть она изменится и возьмет себе значение первого числа в списке ну и вот так оно шло дальше шаг за шагом по очереди все элементы питон просматривал воды в данном это же у нас цикл цикл for но здесь может возникнуть проблема представим что в нашем списке огромные числа то есть миллионы миллиардов и и наше nmz будет заведомо меньше чем наши элементы списка числа в списке тогда в таком случае у нас уже даже выход будет неправильность print nmz и наш выход будет миллион а это будет неправда потому что какой-то вот миллиард из миллиардов будет меньшее число то есть со списком с очень большими числами это не работает неудобство в том что нужно будет постоянно подгонять вот это вот значение которое мы прикрепляем к нашей переменной nmz и это неудобно можно сказать что давайте прикрепим сразу очень большое значение тут то есть этот самый миллиард миллиардов но мы же представим что нашего программа она получает список от другой программы и мы не можем видеть это не можем контролировать процесс но может быть вполне может быть так что наше значение огромное окажется меньше чем значение которое программа получила в списке если речь идет о каких-то там очень больших числах и к тому же вот это вот число огромное здесь это тяжелый неэстетичный странный код это не самое лучшее решение для данной проблемы нам в этом случае может помочь ключевое слово нам напишу напишется с большой буквы в английской читаем пишем и ноны в английском читаем как нам и это означает ничего отсутствие значения пустое место по сути это пустое место нам что мы делаем дальше ну конечно строчка for мы представляем наш список и теперь пишем вот такое слове если нмз является на нмз принимает значение числа сейчас объясню что это значит значит есть что такое прежде прежде всего что такое из из это логический оператор он значит точно такой же или идентичный то есть если нмз идентично на это логический оператор мы уже встречались например с оператором равенства вот два знака равно в питоне это как знак равно в математике это Математический оператор в питоне а из это логическое не в принципе похоже но из сильнее оператор и сильнее чем у guarduto два знака равенства поэтому не стоит его слишком много использовать этот оператор Я его обычно использую с ключевыми столовами, как вот noun, true, false, истинно-ложно. А так не особенно его нужно использовать. Он очень сильный. Обычно хватает вот этого математического оператора из двух знаков равно. Значит, если NMZ является noun, пустым местом, и это так, мы это специально написали, потому что мы знаем, что мы прикрепили к NMZ вот это пустое место, тогда NMZ, переменение NMZ, принимает значение числа. А что такое число? Это элементы в нашем списке. И мы идем с первого к последнему, то есть принимая значение первого элемента в списке. Вот, для того, чтобы потом уже сравнивать попарно. Пишем второе условие. Элиф число меньше NMZ. N, вот так вот у нас на этом уровне. NMZ равно число. Что случилось здесь? Элиф, это else, это если не, то есть у нас было если NMZ является пустым местом, если не, а оно уже если не, оно уже не пустое место, оно уже восемь, оно уже взяло себе значение первого числа, то есть если не, и теперь если число, какое уже число, про какую речь, про какое число идет речь, первое число, все, уже отработано, первое число уже восемь, оно прикреплено к NMZ. Следующее число, вот у нас второй элемент 23. Если следующее число меньше, чем NMZ, наше вот это вот переменное наименьшее значение, тогда NMZ, то есть если бы тут стояло у нас, допустим, не 23, а 3, если вот 3 меньше, чем 8, тогда NMZ уже берет себе значение, которое стоит у этого числа, то есть 3, но у нас здесь 23, у нас вот это условие не выполняется, поэтому NMZ у нас остается восьмеркой. Ну и потом строчка print, напишем ее сначала на уровне for, и если мы запустим этот код, то наш выход будет точно таким же, как и в случае, когда мы прикрепляли миллион, это будет 3. И если мы попробуем написать print на том же уровне, как if и elif, то мы увидим тот же процесс сравнения, что в предыдущем случае, то есть 8, 8, 8, все время восьмеркой, потому что 8 меньше, но процесс сравнения он идет, то есть хотя он не особо меняется, но 8 меньше, чем 23, 19, 57 и так далее, а в конце в самом 3, потому что 3 меньше, чем 8. Вот, то есть в принципе все то же самое, работает так же, но преимущество в том, что нам не нужно, у нас не болит голова о том, является ли число, которое мы прикрепили к нашей переменной NMZ меньше, чем числа в списке, то есть если мы прикрепили NMZ, нам уже не о чем беспокоиться, процесс идет, единственное, да, тут будет 2 условия, но в принципе это не намного, а код не намного больше. Теперь нужно пересмотреть внимательно этот код, внимательно, потому что я сейчас дам упражнение на эту тему, значит сначала NMZ мы прикрепили к NMZ, представили наш список потом, если NMZ является NMZ, ну по сути мы переписываем вот это, только здесь ставим IS, и это намеренно, мы заведомо знаем, что оно является NMZ, тогда NMZ берет себе значение числа, а если нет, else, if, если нет, то есть если NMZ уже не является NMZ, и если число, речь уже идет о втором числе, потому что первое число свою функцию уже отработало, меньше, чем NMZ, тогда NMZ берет значение второго числа, и print на уровне for, на уровне if. И вот теперь упражнение, такое же, как было в предыдущем видео, но только нужно найти наименьшее значение, используя это ключевое слово NMZ. КОНЕЦ КОНЕЦ